Ну а пока селебы писали диктанты, мы задумались о том, как лукизмы влияют на карьеру. Кто такие фидеры и фиди? И почему шоппинг – это не то же самое, что идти за покупками? Англицизмы и почему не стоит их бояться? Давайте посмотрим. Несмотря на беспокойство, граммар нации, уверяем вас, англицизмы никак не влияют на чистоту языка. Единственный нюанс – поспеваете ли вы за тем потоком иностранных слов, которые так и норовят проскользнуть в нашу разговорную речь? Нет, что-нибудь для себя. У нас только стандартные размеры, а ваш, может быть, найдете в интернет-магазине. Вот, к примеру, лукизм. Слово новомодное и не совсем понятное обозначает дискриминацию по внешнему виду. Вроде старое явление, но в новой оболочке. Но кто, к примеру, не знает, что к красивой внешности особое отношение? На заметку, лукист – это тот, кто судит человека по внешности. То же самое с фидерами и фиди. Но кто не знает кавалеров, обожающих крупных дам? Так вот, фидеры – это любители откормить свою вторую половинку, а фиди, соответственно, девушке, которым предстоит уж очень сытное будущее. Ему нравятся мои изгибы, целлюлит, большое тело. Несмотря на все неологизмы, под ними скрываются знакомые понятия, если речь, конечно, идет не о новомодном изобретении. Когда иностранное слово приходит в русский язык, оно приходит за тем, чтобы закрыть брешь. Потому что очень многих вещей, скажем, в нашей действительности носителей языка просто не существовало. Примеров у нас предостаточно. Та же самая парковка, интернет, сайт, веб-пространство. Многие люди, они очень возмущены этим явлением, с этим надо бороться, с этим надо что-то делать, это плохо. Это неплохо. Вот первое, что я хочу сказать, если мы говорим о языке, о явлениях языковых, надо отказаться от терминов «плохо» – «хорошо». Это действительность, это наша жизнь, это реальность. Итак, новые слова приходят, а ненужные уходят. Такова жизнь.